добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о дисциплине еще одна важная вещь когда мы с вами говорим о наказании мы говорим о дисциплинировании мы должны понимать что нам нужно производить дисциплину с ребенком они над ним этот подход он очень радикально отличается один от другого когда мы дисциплинируем ребенка то мы как правило либо манипулируем то есть это шантаж уговоры и так далее либо это физическое наказание либо это лишение там каких-то других вещей важных для него но вопрос состоит в том что как только вы начинаете задумываться о том что вы дисциплинируете производить дисциплину с ребенком совместно с ним вы начинаете во-первых взаимодействие а во-вторых вы начинаете быть не просто агрессором который ограничивает и пытается эти ограничения но как бы придерживаться вы становитесь тем человеком который созидает вам просто необходимо будет объяснять зачем это нужно почему мы начертили именно эти рамки для чего нужно чтобы ты не переходил в эту грани в нашей семье есть правило мои дети не могут встречаться с другими там допустим моя дочь не может встречаться с каким-то парнем или мой сын не может встречаться с какой-то девушка без моего разрешения или одобрения вы можете сказать что это достаточно жестко и может быть это так и есть но нас есть это правило и однажды кто-то из детей задал мне вопрос а зачем это надо ты хочешь контролировать всю мою жизнь нет я не хочу контролировать всю свою жизнь я хочу в данный момент контролировать только некоторые области твоей жизни которые мне представляются наиболее опасными сфера романтических отношений это самая опасная сфера мозг отключается принимаются неадекватные решения совершаются какие-то дикие поступки зачастую кто-то может вспоминает о них с улыбкой а кто-то со слезами вот знаете есть вещи в которых ошибки будут наиболее трагическими в своих последствиях и одна из них самая такая вот тяжелая это выбор будущего супруга будущего спутника или спутницы жизни супруг или супруга могут сделать тебя либо макси счастливым либо испортят тебе жизнь ты станешь либо более успешным либо ты станешь неудачником а манипулируемым своей второй половины выбор супруга это одна из важнейших таких одно из важнейших решений в нашей жизни я хочу в этом помочь я хочу познакомиться с тем человеком который претендует на тебя один парень задал мне вопрос а как вы будете решать кто достоин встречаться с вашей дочерью быть за один разговор вы не поймете этого да я не смогу понять с кем должна встречаться моя дочь я не могу понять что это за человек но я безумно и люблю я люблю ее настолько сильно насколько ну вот как я понимаю возможно я люблю если я встречу парня который любит ее хотя бы похоже как я и это обязательно почувствую я бы хотел чтобы когда моя дочь выйдет замуж она вышла за человека который любит ее не меньше чем я для меня не будет играть роли ничто если я увижу что этот парень который не понизит градус любви к моей дочери и поэтому хочу с ним познакомиться поэтому не нужно перед тем как что-то начнет происходить перед тем как романтика закружит ее голову встретиться и здраво посмотреть на этого человека он любит ее или он ее просто хочет поэтому когда ты дисциплинируешь ребенка ты просто его ограничиваешь и наказываешь когда ты производишь совместную дисциплину ты объясняешь почему это необходимо я вам скажу что дети способны понять твои мотивы даже если ты сам не до конца их понимаешь я намеренно привел примеры жизни взрослых детей потому что это наиболее сложно в осознании с маленькими детьми проще в осознании но нам труднее им объяснить зачем мы их наказываем если это не о простых вещах там несу пальцы в розетку и так поменяйте ваше отношение к дисциплине дисциплина над ребенком на дисциплину совместно с ним и это принесет свои планы